Добрый вечер, я снова приветствую вас на территории свободы. Это вторая часть программы, в которой мы говорим с кандидатом от платформы Достоинства и Правды Александром Слуцарем о ситуации в сельском хозяйстве и о том, что данная партия предлагает на ближайшие четыре года изменить в сельском хозяйстве Республики Молдова. Добрый вечер, Александр Михайлович. Добрый вечер. Сельское хозяйство, когда-то Молдову называли Цветущий сад, Зеленый край. В прошлом году мы видели Выжженный край, в этом году у нас частично залитый был и побитый край. На каком уровне находится сейчас сельское хозяйство Республики Молдова? На достаточно отсталом уровне, если говорить в целом, в среднем. Мы плохо развиваемся, недостаточно инвестиций в сельское хозяйство, недостаточно техники в современной сельском хозяйстве, очень большая миграция, о чем мы говорим, если по статистике 70% всех мигрантов это представители сельской местности. Есть отдельные успехи, есть отдельное хозяйство, которое достаточно благополучно, но это в целом не меняет общей картины. Общей картины не только сельского хозяйства, но и села, потому что сельское хозяйство и сельская местность неотделима. Самое главное, что нет четкого видения стратегического, какое нам сельское хозяйство нужно. И та линия, которая сейчас взята в сельском хозяйстве, на укропнение и на поддержку очень крупных предприятий, она трагична для Республики Молдова, она трагична для наших сел. И я думаю, что по мере нашей передачи я постараюсь аргументировать свою позицию. Вы сказали, что сейчас взята, но насколько я помню, еще во времена правления по КРМ они взяли курс на консолидацию земель, потому что так проще их обрабатывать, да, и там можно использовать действительно технику современную, когда есть большие площади. Что не так с этим предложением с ситуацией по укропнению, по консолидацию земель? Одно дело консолидация земель при необходимости для того, чтобы лучше обрабатывать землю. И консолидация земли это не значит, что должно быть там 10 тысяч гектаров. Если два или три фермера скооперировались и им нужно консолидировать 30 гектаров, это тоже консолидация. И другое дело, когда речь идет о поддержке тех предприятий, ставка именно делается на те предприятия, которые обрабатывают десятки тысяч гектаров. К сожалению, на сегодняшний день эта схема сильно укоренилась со времен Плохотнюка. Ставка делается на холдинги, на крупные холдинги, которых 2-3 в Молдове, которые контролируются из офшоров, которые приходят с современной техникой, обрабатывают десятки тысяч гектаров, не берут на работу людей с сел, то есть их не интересует, что происходит с селом, не помогают никак с селом, платят там небольшой земельный налог. Их интересуют только полевые культуры, то есть многолетние насаждения, животноводство, их вообще не интересует. Они вытаскивают все соки из земли и их интересует только пшеница, ячмень, кукуруза, подсолнечник, рапс. Они вытаскивают эту продукцию, вывозят ее, экспортируют, с экспорта получают НДС от государства и всю прибыль выводят в офшоры. И у меня вопрос, что имеют эти холдинги с молдавским селом? Как они способствуют тому, чтобы мы сохранили наши села? Никак. Но зато это очень удобная политическая модель, потому что когда у тебя 5-6 крупных предприятий, которые владеют почти всей землей, несколько бояр таких, тот, кто власти, он очень легко, идите сюда, вот вам задача, вот сколько нужно отдать партии, вот сколько нужно отдать лично мне. Такую схему укоренил Плохотнюк. И эту схему он ввел именно тогда, когда сильно укрепился Трансойл. Мощная компания, которая управляется извне, которая управляется человеком с несколькими гражданствами, американским, российским, грузинским, молдавским. Он проходил по уголовным делам о двойной идентичности, я говорю о Важе-Джаше. И очень там были интересы Плохотнюка, потом эта схема была перенята Игорем Дадоном и поддержка вот таких вот крупных, я не против крупных предприятий в селах, там 2 тысячи, 3 тысячи гектаров, но вот эта модель, которая сейчас практикуется, вот несколько холдингов, которые забирают, идут и сметают все на своем пути, забирают все эти земли, оно приводит к деградации сел. Я был в селе Талмаза недавно, там 10 тысяч жителей раньше было, сейчас осталось 7 тысяч, 90% земли обрабатывается холдингом. Я спрашиваю, сколько человек из села там работает, с трудом насчитали 4. И рядом стояло где-то человек, 20 фермеров, которые обрабатывают оставшиеся 10%, они в основном занимаются овощеводством, там плавнее, а у вас, а у нас с сезонными работниками 400 человек работает из села. И я спрашиваю, нам какая модель, вот рядом соседствуют две модели, нам какая модель нужна сельского хозяйства? Вот такая вот, которая будет выжимать все соки, которая приведет к тому, что села будут заброшены и мы их потеряем, или все-таки мы должны делать ставку на мелких и средних фермеров, которые будут заниматься интенсивными культурами, не только полеводством, где нужны рабочие руки, наши овощи, фрукты будут иметь бренд, мы будем делать там перерабатывающую промышленность, мы будем делать маленькие предприятия по переработке. Какая модель? Мы должны определиться. Та модель, которая сейчас, она проводится давно, но в принципе при Плохотнике и Додоне она получила, скажем так, очень серьезный толчок. Это модель губительная для молдавских сел. Я правильно понимаю, что именно исходя из полученной вот этой информации, вы включили как одно из предложений запрет на возможность владеть землей фирмам, которые зарегистрированы в офшорах? Да, да. Ну как, я давно уже к этому шел. Я где-то несколько лет назад, когда я видел, как монополизируется сначала вся переработка. Трансуэл выкупил более половины элеваторов, заводы по подсолнечному маслу. Вот в этом году два завода, которые у нас есть, он так по щелчку раз и на 30% увеличил цену на масло. Когда хочет, он вывозит пшеницу из страны и уже подорожала цена на хлеб. И я тогда вот понял, и все это я сопоставлял с тем, что происходит в селах. И самое главное, что эта компания, она офшорная. Это любимое занятие Плохотнюка выводить всю прибыль в офшоры. Когда я понял, насколько масштабно, мы опаздываем с этим, конечно, очень серьезно, годы Плохотнюка были плачевные для сельского хозяйства, Додон просто перенял это все, потому что ему тоже так удобно. Денежные потоки перекочевали из одного кармана в другой карман. И я понял, что если мы не остановим вообще офшоризацию Молдовы, и в частности в сельском хозяйстве, просто эта страна, мечта Плохотнюка и Додона была, превратить ее в серую зону, в том числе и в сельском хозяйстве. Но в сельском хозяйстве еще как результат будут потери сотен сел. И тогда в контексте деофшоризации, которую платформа давно продвигает, мы с большим трудом, с кровью, но выбили закон о деофшоризации, который на первом этапе запрещает офшоры в государственных закупках, в частных государственных партнерствах и в концессиях. И как второй этап мы будем настаивать запретить офшорам возможности владения землей, аренды земли. Во-первых, потому что это офшоры, сами по себе. Во-вторых, потому что любой договор аренды предусматривает преимущественно право покупки земли. И там сразу же появляется лазейка, что люди не могут продать свою землю без согласия того, кто арендует землю. Там сложная процедура, там нужно цену, кто больше предложит, но это возможность таким образом, так или иначе, чтобы офшоры скупали землю. Учитывая, что это еще иностранные инвестиции, офшорные, это вообще гремучая смесь, которая, да, мы потом будем говорить, что нарушит закон, что не дай бог, но если они будут скупать дальше тысячами, десятками тысяч гектаров, на каком-то этапе какая-нибудь следующая власть скажет, нам проще это узаконить, чем с этим бороться. Вот я не хочу, чтобы мы пришли к этому. Я хочу, чтобы мы сейчас это остановили, пока еще не поздно. Давайте начнем по порядку. Вы говорите о том, что наши села необходимо изменить. Я просто посмотрела ваше предложение в области сельского хозяйства, я предлагаю именно по пунктам по этим сейчас и пройтись и обсудить. То есть, ваше первое предложение это газификация, инфраструктура села, то есть канализация, чтобы подвели, воду провели, чтобы убирали вовремя, проходила адекватная эвакуация мусора, отходов различных, то есть изменение непосредственно ситуации в селе для того, чтобы создать там для людей нормальные, адекватные условия жизни. А рабочие места у них там будут или они сами должны создавать? Вы очень правильно подметили, потому мы идем с комплексным подходом. Самое главное в нашей программе это системный подход. Самая большая опасность, когда ты берешь какой-то важный элемент, вырываешь его из системной программы и начинаешь заниматься только этим. В результате становится еще хуже. Вот есть три системно образующих части в этой программе спасения молдавских сел. Первая часть это инфраструктура, вторая часть это сельское хозяйство, потому что она генерирует рабочие места. И третья часть это проблема пенсии. Это самая сложная проблема. Я вот два месяца не вылаживаю из сел, я пытался найти хотя бы одного сельчанина, у которого пенсия более чем 1500 лет. Я не нашел. Мне кажется, там есть еще одна проблема. Если я ошибаюсь, поправьте меня. Это обработка и сбыт продукции. Ну это связано с сельским хозяйством. То есть это как берем три глобальных компонента. Это инфраструктура, сельское хозяйство современное и пенсии. Потому что уже с пенсионерами им не нужны ни рабочие места, инфраструктуры их тоже не возьмешь. Те пенсии, которые они получают, это социальный геноцид. Вот если мы займемся только инфраструктурой, бессмысленно, потому что нет рабочих мест, люди не будут приезжать, даже если там будет цветущие берега. Если мы будем заниматься только созданием рабочих мест и не решим вопросы инфраструктуры, люди будут получать зарплату, но это лучше немножко. Они будут уезжать в город, но это не решает проблему, потому что там не будет нормальной жизни, не будут семьи, не будет рождаемости. Поэтому мы должны комплексно подходить к этому. Эти процессы должны быть параллельные. Мы не можем ждать, пока поборем всю коррупцию, пока мы реформируем всю юстицию. Это должны быть параллельные процессы. Вкладывать деньги в инфраструктуру и возрождать сельское хозяйство. Параллельно нужно запускать программу, что мы делаем с пенсиями. Потому что люди не виноваты. Я тут не говорю, конечно, сейчас мне скажут, что как возносили взнос, какой взнос был, такую пенсию получают. Но в сельском хозяйстве была специфика. Где-то с 90-х годов до 2000-х, 10 или 15 лет примерно, была ситуация, когда колхозы просто были в таком состоянии, что они не могли платить социальный взнос. Либо стали существовать и провели программу помыль. Они работали, но социальный фонд они платили с земли, с балла гектара. Люди получали зарплаты, но социальный фонд оттуда не шел. Он шел только с земли. Поэтому у людей из-за того, что колхозы были в таком состоянии, люди просто не могли получать нормальные социальные взносы. Это не их вина. Это та ситуация, которая была тогда в экономике в конце 90-х годов, в начале 90-х до начала 2000-х годов. Поэтому здесь нужна специальная программа, чтобы пенсионерам подняли сельским пенсию до прожиточного минимума хотя бы. А из 400 тысяч пенсионеров, 440 тысяч пенсионеров, у кого пенсия менее 2000 лей, 75% это пенсионеры и все. И вот эту программу нужно выполнять системно и идти параллельно. Если мы решим эти вопросы системно, тогда будет эффект. Может быть, немножко дольше будет, но будет эффект. Если мы возьмемся только за инфраструктуру, не развивая сельское хозяйство, это все коту под хвост будет. Нет, давайте обсудим каждую из этих. Давайте. Я просто вам сказал, вы мне задали вопрос. Я хочу, чтобы мы системно смотрели на эти вещи. Вот я на это системно хочу, чтобы мы с вами обсуждали. Потому что я согласна с каждым словом, которое вы сказали, но у меня, я не спрашиваю, где вы лично берете деньги, но у меня всегда вопрос, где взять деньги на каждый из этих проектов. Потому что я даже сравниваю, я один из немногих журналистов, который снимает программу по проблемам Кишинева, в том числе и по этим точным застройкам и всему остальному. Это наш бич, потому что каждый строитель знает, что очень дорогая часть это инженерные работы, подведение именно инфраструктурных инженерных работ. То есть газ, электричество, канализация, вода и так далее. Поэтому проще построить во дворе, чем строить новый квартал, которому нужно все это заново подводить. Я помню, как проводилась газификация Молдовы в начале 2000-х. Еще тогда при власти были коммунисты. Они подводили к селу, на главную улицу, а дальше так каждый должен быть к своему дому за свой счет. А это были тогда еще цены от 3000 выше, в зависимости от расстояния. Сейчас я понимаю, они еще выше. То есть это вы предлагаете пойти по такому же пути, довести до центральной, до примарии, а дальше каждый к своему дому отдельно? Во-первых, у нас газификация, если взять инфраструктуру, лучше всего у нас обстоит дело с газификацией. Это было сделано. А хуже всего с канализацией водой? 4% сельских сел имеют канализацию. Каждое второе село имеет аппедукт. То есть здесь есть вот эта вот проблема, что аппедукт без канализации это большая проблема. С канализацией вообще швах, и нужно начинать именно с этого. У нас даже в городах швах. У нас есть муниципии, муниципии, которые не имеют очистных сооружений. Это дорогостоящие проекты. Где брать на них деньги? Давайте с вами считать. Только здесь нужно оговориться, нужна политическая воля. Здесь мы возвращаемся к проблеме, кто будет у власти. Кто был, мы видели. Денег. Я еще с 2010 года, когда возглавлял организацию фермеров, я ходил ко всем правительствам тогда, ко всем премьер-министрам. Деньги на сельское хозяйство. Мечтал о миллиарде лей субсидий, мечтал о развитии инфраструктуры. Мне говорили, мы бедная страна, у нас нет денег. На пенсии нет денег, на инфраструктуру нет денег, на сельское хозяйство нет денег. Как только ворвывать надо, сразу деньги находятся. Миллиард украли, никто не заметил. Поэтому давайте я сделал некоторые подсчеты, которые, в общем-то, основываются на статистике официальной и на выкладках экспертов. У нас ежегодно контрабанда сигарет в Румынию оценивается румынами в миллиард евро. Если посчитать невыплаченный акциз, это где-то 200-250 миллионов евро. Это 4-5 миллиардов леев, которые не получают бюджет. Раз, это прекратить контрабанду. Это убрать все схемы, связанные с бюджетными доходами. Только на аккезициях, только на госзакупках мы теряем 4-5 миллиардов леев за счет различных схем. Вот вам два, если смотреть возле бюджета. Теневая экономика. По оценкам экспертов, разные оценки есть, но берем среднюю, что где-то 50% от валового внутреннего продукта у нас теневая экономика. Это примерно 100 с чем-то миллиардов, 105 миллиардов леев. Если их обложить хотя бы, вывести и обложить хотя бы минимальным налогом, это где-то еще 20-25 миллиардов леев в год. Я уже не говорю про конфискацию имущества незаконно нажитого. Это немножко длительнее процесс, но он тоже должен идти. Ну и, конечно, должны быть внешние фонды. Мы когда-то шли по идее поддержки модернизации дорог. Была идея в том, что если мы находим 4 миллиарда наших леев каждый год в бюджет, доноры нам дают столько же грантов на такую же сумму, насколько мы находим. 4 миллиарда мы, 4 миллиарда они. Без внешней поддержки, без внешних фондов, конечно, будет сложнее это реализовать. Но я вам показал несколько цифр, которые говорят очень четко, что деньги есть и внутри. Наши подсчеты показывают, которые мы сделали, что ежегодно, начиная с первого года, если у нас нормальное, не мафиозное, не криминальное большинство и нормальное правительство, мы имеем 10 миллиардов леев дополнительно в бюджет. 10 миллиардов леев. Для того, чтобы повысить все пенсии до 2000 леев, все-все-все пенсии в Молдове, нужно 3 миллиарда леев, чтобы была понятна цифра. Чтобы увеличить фонд субсидирования в сельском хозяйстве, нам нужно примерно, сейчас миллиард, мы хотим, чтобы было 3 миллиарда. То есть это в год нужно еще 2 миллиарда. Цифры показывают, что если у тебя есть 10 миллиардов леев дополнительно в бюджет, программу, которую мы предлагаем, она реальна. Если кто-то скажет, что через год можно дать 10 тысяч леев пенсии в сельской местности, плюньте ему в глаза, это невозможно. Но через 2, максимум через 3 года, можно увеличить все пенсии до 3000 леев, можно утроить фонд субсидирования с миллиарда, его поднять до 3 миллиардов леев. И самое главное для меня, очень важное, это можно сделать в сельском хозяйстве современную систему ирригации, реабилитировать систему ирригации по израильскому модели. Ну и естественно, все эти деньги пойдут и на канализации, и на опедукты. Тем более, что там очень много сделано. Вот то, что вы сказали, подведен газодукт к селу, но у людей нет денег, чтобы оплатить. Насколько мне известно, совместно с европейскими фондами, то есть есть уже разработки. Есть, движения есть, но они идут фрагментарно. Опять же, нет общей концепции, понимаете. Вот там хватаем, там хватаем. Вот фалешты, унгены, это очень важно, неспорены, это очень важный опедукт. Но фалешты, это просто действительно очень важно. Там такое качество воды, что эти люди получают. Я неспорен, у нас бывали они лучше. Все ходили, очень многие люди ходили с желтыми зубами. И пауцкая вода. Я знаю, что такое буркутная вода. Да, она их страшенно подавалась. Страшенно, неспорены, фалешты, это все, это очень страшно. Сейчас есть уже подвижки, есть фрагментарно, тут там, тут там, тут там. Нам нужно структурно сделать все это. А если у нас такое количество воды, чтобы обеспечить вот так централизованную воду? Есть, есть, конечно, есть. А вы видели график, что ли? Израиль обеспечивает водой страну, имея в два с половиной раза меньше осадков, имея единственную реку пограничную с арабскими государствами, Иордан, и имея рядом соленое Красное море. У нас две реки, полноводные, очень полноводные достаточно, несмотря на проблемы с Украиной, какие мы имеем по Днестру. У нас осадков гораздо больше, чем в Израиле. У нас несколько тысяч озер. У нас есть очень много подводных источников. По оценкам экологов, воды у нас хватает. У нас не хватает ума, политической воли и денежных ресурсов, для того, чтобы это все сделать как единый акваресурс, единый центр, который будет нормально управлять всеми водными ресурсами. Воды хватает. Поняла. Значит, основная идея. Мы создаем фонд, куда будут переводиться деньги для инвестиций в инфраструктуру. Я правильно понимаю? Не обязательно, чтобы это был единый фонд. У нас есть фонд сельского хозяйства. У нас есть фонд сельского хозяйства, который идет на поддержку сельского хозяйства. Нам нужен сделать единый фонд для того, чтобы модернизировать инфраструктуру в сельской местности. И этот фонд должен, мы должны определить, что на начальном этапе он должен быть не менее 5 миллиардов леев. И я показал, откуда могут быть источники финансирования. И нам нужен третий фонд специальный, наверное, не должен быть из фонда субсидирования для решения проблемы ирригации. И здесь, я думаю, что если придет нормальная власть, которая не ворует, которая не имеет ничего с мафией, это власть получит доступ и к внешним фондам. Другой вопрос, что эти внешние фонды нужно правильно вести переговоры, нужно правильно ставить акценты, нужно, чтобы было как можно больше грантов, и нужно показать, на что нам оно нужно. И дать гарантии, что это не будет разворовываться. Но самое главное должна быть стратегия системного подхода. Вот это, 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 и все это должно идти совокупно. Мы не занимаемся только инфраструктурой и плюем на сельское хозяйство. Не занимаемся только сельским хозяйством и плюем на инфраструктуру. Все должно быть структурно и совокупно. Это очень важно. Я думаю, что мы под эту идею мы найдем и внешние фонды. Потому что сейчас находим даже, но сейчас это все носит фрагментарный характер. Понятно. Вторая часть, она не вторая по тому, как идет, но тоже очень важно непосредственно сельское хозяйство, структура сельского хозяйства, которая, насколько я понимаю, разделяется на зерновые, на овощи, на фрукты, на животноводство, которое за собой ведет молочную продукцию и мясо, на обрабатывающую промышленность, если она у нас. Пищевают. Да, это вот в общем, если так разделить, не разделяя дальше на еще меньшее количество этих. Вот из того, что мы сейчас производим, мы в состоянии обеспечить свою страну необходимым количеством полноценно зерновых, фруктов, овощей, мяса, молочки. И, естественно, овощи, фрукты переработанные, консервированные. Покрыть нужды своей страны мы можем по всем этим областям? За исключением свинины, говядины, молочной продукции, части молочной продукции, определенного колеса, сыры, определенные молочные продукты, за исключением вот этих вот позиций, всем остальным мы себя можем обеспечить на 100%. У нас есть проблема с свининой, у нас есть проблема с говядиной, у нас есть проблема с сыром. Мы практически не производим свой сыр, за исключением Рыжканского завода, и молочка. Но если правильную программу и стратегию выбрать, если серьезно поддержать отечественного производителя всеми возможными способами, законными ограничить импорт, мы выйдем через какое-то время на обеспечение. Мы же себя когда-то обеспечивали свининой, говядиной. А мы должны начинать с ограничения импорта или с увеличения количества ферм в нашей стране? Все должно идти параллельно. Опять же, я большой поклонник системного подхода. Вот если мы сейчас только ограничим импорт, мы не решим проблему, мы можем вызвать только дефицит. Если только это сделаем. Мы должны очень хорошо проанализировать сейчас, вот что мы сами... Начинать надо с вашего вопроса. Вы задали стратегический вопрос. То есть, где мы сами себя можем обеспечить, но нам мешает импорт? То есть, если мы ограничим импорт, дефицита продукции не будет. Например, курятина, например, фрукты и овощи, например, какая-то кетчуп. С зерновыми у нас нет проблемы, потому что нет серьезного импорта зерна к нам. Есть проблема с мукой. Есть проблема с мукой, потому что Украина... Самый большой конкурент наш – это Украина, чтобы было понятно. А мы, насколько я помню, подписали договор свободной торговли с Украиной. И вот тут возникает вопрос. Вы предлагаете ограничить импорт, а у нас есть договор о свободной торговле с Украиной и с Турцией. Да. Что мы будем делать? Менять договора, расторгать? Ну, по Турции у нас по ряду позиций есть квоты и таможенные пошлины сохраняются. С Турцией у нас нормально бы еще, еще нормально, потому что есть, сохранились, на момент подписания соглашения с Турцией нам удалось сохранить по определенным позициям таможенные пошлины на импорт, на овощи, на фрукты. Но все равно это носит временный характер. С Украиной сложнее гораздо, потому что свободная торговля. Но мы забываем, что существуют тарифные и нетарифные способы ограничения импорта. Да, это неудобно, да, это проблемно, потому что у тебя возникают какие-то трения с соседями, какие-то проблемы. Но я всегда привожу пример Польши. Когда Польша вступала в Европейский Союз, 80% крестьян не хотели этого вступления. Они боялись, что не выдержат конкуренцию и правильно боялись. Значит, чиновники Европейского Союза, ответственные за сельское хозяйство, прятались от министра сельского хозяйства Польши, потому что он каждую неделю сидел там и лоббировал интересы своей страны. Он добивался квот, он добивался субсидий, он где-то шел на какие-то жесткие меры, как огромные массивные протесты фермеров и добился. Сейчас 90% фермеров довольны тем, что происходит в Польше. Польша не самая крупная страна Евросоюза. Она такая же аграрная страна была. Она стратегически выгодная была, необходимая для Евросоюза. Это всегда кто хочет и ищет возможности, кто не хочет ищет от Москвы. Давайте я поставлю по-другому вопрос. Какие меры для нас наиболее выгодные? Запретные или ограничительные или стимулирующие? Почему? Параллельно. Мы можем ограничить импорт украинской молочки, а можем стимулировать наших производителей, чтобы наша молочная продукция не уступала как минимум по качеству, была более доступна по цене и тогда не будет смысла покупать. Пока вы их будете стимулировать, вы же понимаете, за 30 лет все зашло очень-очень далеко. Ситуация сложная. Для того, чтобы стимулировать, найти деньги, модернизировать, вложить эти деньги. То есть государство должно примерно 70-80% субсидировать. Это займет какое-то время. Это по-жванецкому. Когда мы станем мастером своего дела, уберет само дело. То есть пока жирный сохнет, худой сдохнет. Два-три года, если мы будем заниматься только модернизацией, но при этом будет идти массивный импорт, просто не успеем. Ведь время же не стоит на месте. Поэтому вопрос, еще раз повторяю, вопрос стратегический ваш. Где мы можем без того, чтобы допустить дефицит продукции на рынке, мы можем ограничить импорт, где не можем. Допустим, если мы сейчас ограничим импорт свинины или говядины, у нас просто людям не хватит мяса покупать. Свинину, говядину. С другой стороны, курятиной мы себя обеспечиваем на 100%. Я сторонник параллельных процессов. Мы должны определить ряд позиций, где у нас проблема, где у нас ограничение импорта может привести к дефициту. И вот там мы не должны ничего трогать. Там мы должны заниматься поддержкой. Производители свинины, говядины должны получать поддержку от государства. Но по другим позициям, молочка частично, фрукты, овощи, курятина, мы должны законными способами, путем, у нас есть механизмы ВТО, которые позволяют нам, например, для того, чтобы поддержать баланс коммерческий. Мало кто это знает. Там соглашения, те же маркешские соглашения 1993 года, они говорят, что для поддержания положительного торгового баланса или для того, чтобы уменьшить отрицательный торговый баланс, страны имеют право вводить определенные ограничения на импорт. Это первое. Второе. Есть понятие компенсационных, антидемпинговых и третья мера, сейфгард. Эти вот меры, они предусмотрены нашим законодательством. Любая страна имеет право, увидев, что есть инвазия большая, импортная, не обязательно даже демпинговая. Просто инвазия, которая угрожает твоему какому-то продукту, начинается анкета, начинается следствие и вводятся временные пошлины или квоты на импортовое или иного продукта. В Республике Молдовы два раза было такое. Сахар. Попробуйте, у нас слава богу, вот ввели вот эту меру, 75% заградительная пошлина на любой тип сахара, который импортируется, кроме определенной квоты из Евросоюза, которую мы имеем. Все остальное 75%, несмотря на то, что мы члены ВТО. Было соглашение, было давление, но вот сахар у нас любой тип. Под этой вот маркой, что мы боремся с тростниковым сахаром, на импорт сахара 75%. Второй раз мы добились в 2015 году, провели такое же расследование и ввели временные квоты на импорт курятины из Украины, молочных продуктов и мороженого. Год было, и это была большая поддержка отечественного производителя. Потом Порошенко с Плохотником договорились и все, и снова разрешили, потому что один другому помогали. Механизмы есть, просто политической воли не хватает, чтобы внедрять эти механизмы. И это не нарушение правил Всемирной торговой организации. Проблема в том, что да, ты должен научиться говорить какие-то неприятные вещи соседям, представителям Европейского Союза даже, потому что это тоже проблема, они тоже хотят ввозить товары. Но нужно набраться вертикальности, нужно иметь позвоночник и сказать, ребята, вот наши цифры, вот посмотрите, вот смотрите, что делает ваше мясо с Украины, оно чуть-чуть дешевле, но оно менее качественно, вот посмотрите, это угроза для нашей продовольственной безопасности. Вот посмотрите, какой у нас торговый баланс. По данным, я за 2020 год не имею еще данных, в 2019 году мы экспортировали на 2,5 миллиарда долларов продукцию, а импортировали на 5,5 миллиардов долларов. Все. То есть торговая сальда отрицательная больше, чем в 2,5 раза. 2,5 раза торговая. Это мотив для того, чтобы поднимать вопрос о том, что нам нужно, ведь это же проблема, это же вопрос валюты, больше валюты выходит, меньше валюты получаем. И вот Национальный банк даже поддержал эту позицию. И вот эти меры, они абсолютно соответствуют всем международным требованиям. Ограничение импорта для поддержания торгового баланса, ограничение импорта для спасения каких-то отдельных продуктов. Но самое главное, это нужно просто уметь говорить неудобные вещи. Не принимать под козырек, чего изволите. Не бояться испортить отношения ради своих отечественных производителей с Украиной, с Европейским Союзом, с Российской Федерацией. А отстаивать интересы отечественного производителя. Ну раз говорим про уметь говорить неудобные вещи, давайте обсудим еще 2 неудобные вещи. Еще 2 наших договора, которые тоже касаются нашего сельского хозяйства. Договор с странами СНГ о свободной торговле в рамках стран СНГ. Ограничение, которое ставит нам постоянно Российская Федерация. Насколько я понимаю, в нарушении этого самого договора. Да, он не соблюдается. И совершенно беззубая позиция Республики Молдова, несмотря на членство в рамках СНГ. Нам как себя вести в таком случае с Российской Федерацией, если они не выполняют этот договор? Вы абсолютно правильно сказали. Надо уметь разговаривать с ними. У нас есть наши какие-то экономические рычаги. На сегодняшний день фактически зона свободной торговли с СНГ, она выполняется только тогда, когда все стороны хотят выполнять. В реальности ограничения, которые ввела Российская Федерация в 2014 году, они противоречат и зоне свободной торговли СНГ, и двухстороннему соглашению о свободной торговле между Российской Федерацией и Молдовой. И надо хотя бы об этом начать говорить Российской Федерации. Мы все это время, особенно последние годы, давайте не будем обижать Российскую Федерацию. Давайте, но подождите, у нас есть вопрос тогда по всей торговле, а что мы делаем, а как мы делаем? Они сейчас ввели эти пошлины, потом они захотят удвоить эти пошлины. Я к тому, что у нас есть предсказуемый игрок или партнер на этом фланге. То есть Российская Федерация в этот момент является... Давайте так сформулируем. Российская Федерация является менее предсказуемым, гораздо менее предсказуемым партнером, чем Европейский Союз. Я небольшой, скажем так, я имею свои вопросы по торговле с Европейским Союзом. И я никогда не буду брать под козырек и никогда не буду соглашаться автоматически со всем тем, что происходит. Давайте закончим с Востоком, а потом переходим к западному договору. Но Европейский Союз поставил нам определенные рамки в 2014 году. Я считаю, что можно было лучше провести переговоры по этой зоне. Но эти соглашения соблюдаются. И у нас поменялось 5 правительств, украли миллиард, президентом стал Дадон, было в власти правительство левое, пророссийское. Но Европейский Союз нам правила игры не поменял. Сами правила игры могли бы быть получше, но правила игры не поменяли. Российская Федерация делает то, что она хочет. А если завтра поменяется политический, придет кто-то, унионист вообще откровенный придет к власти, так нам вообще закроют рынок. У нас такое же было и не один раз, поэтому нам не привыкать. Очень много политики. Очень много политики в экономических отношениях. И вот это дает то, что вы правильно совершенно назвали, непредсказуемость. Я много говорю с экспортерами яблок туда. Помимо того, что упала покупательная способность в Российской Федерации, помимо того, что большую конкуренцию Сербия и Иран делают в Российской Федерации, вот эта вот непредсказуемость, они каждый сезон не знают, выборы у нас или еще что-то. Все они говорят, мы вот с Европейским Союзом тяжело, трудно, но туда, если бы ты попал на этот рынок, град, дождь здесь будет в Молдове, будет здесь, какая власть будет, непонятно. Я буду туда, я буду торговать. Наши квоты будут работать. Будут работать. Я должен бороться только, мы должны бороться, чтобы повышать эти квоты, если мы их будем выбирать. А Российская Федерация, никто не знает, что будет завтра. И это большая проблема. Сколько мы торгуем с нашей сельскохозяйственной продукцией на Украине и сколько они нам? У нас с Украиной, Украина это большая проблема. После Китая у нас самая большая отрицательная сальдо с Украиной. А зачем мы открыли так легко свой рынок? А это вот глупость была сделана. Свободную торговлю с Украиной ввели, когда еще мы расходились из Советского Союза. Вот тогда ввели эту свободную торговлю. Это было политическое решение или экономическое обосновывание? Это было ностальгическое решение. Тогда, когда ввели эту торговлю, прошло два года после Советского Союза, и как-то вот был вот этот вот сентимент, что мы были одной страной, ну что мы будем делать проблемы? Мы после этого с Украиной несколько раз пересматривали свои взаимоотношения. Когда там была большая любовь с Россией и Приднестровье было большое дырое, потом поменялась после 2014 года власть в Украине, и мы опять пересматривали свои взаимоотношения. Мне кажется, тогда наш рынок частично стал возможностью спасти какие-то украинские потоки сельскохозяйственные. Но вопрос, что происходило в это время с нашими производителями, тех же самых кетчупов, соусов и всего остального. А Лимком где наш? Работает сейчас? Работает, но мы не выдерживаем конкуренцию. Мы его задавили, правда, украинские продукции? Мы не выдерживаем конкуренцию. Самая большая проблема импортная по сельхозпродукции, по продовольственной, агропродовольственной продукции, это Украина, это даже не Европейский Союз, не Румыния. В Румынии нет экспортера. Вопрос мой прямой сейчас будет. Случай, если вы, допустим, попадаете в парламент и участвуете в формировании правительства, вы будете настаивать на пересмотре этого договора? Я буду настаивать на внедрении других мер против Украины, против украинских товаров, в том числе и ограничения по импорту, в том числе и введения индикативной цены. Вы попробуйте с нашим товаром попасть в Украину. Вот идут экспортеры. То есть этот договор работает в одну сторону? Договор, он есть, его не надо расторгать, пускай он будет свободный, этот договор. Но меры связаны, не тарифные меры, связанные с этикетками. Украина очень хорошо умеет защищать свой рынок. Там у них есть индикативная цена, когда завозится любой товар, молдавский, например, индикативная цена, от которой отчитывается НДС. Эта индикативная цена всегда в два раза больше, чем рыночная реально. Показывает контракты, договора, вот мы хотим ввести. Нас не интересует, у нас индикативная цена на этот товар. Вот и все. А мы не применяем такое. А мы не применяем. А что, лопушки? А вот это-то и есть. Или кто-то имел здесь политическое... У нас всегда политика идет быстрее, чем экономика. А зачем, если я могу от украинских импортеров взять на лапу, на таможне? И это вот система такая. Лучше возьмем взятки. Плюс супермаркеты. С супермаркетом гораздо лучше работать с импортом. С Украиной? Они любят работать с Украиной. Это Министерство сельского хозяйства, Министерство экономики. Они что, считать не умеют? У нас Министерство сельского хозяйства подчиняется политической воле одного человека. Последние два года то, что я видел, это не Министерство сельского хозяйства. Хорошо. И до него не было. Я не могу сказать, что было очень хорошо. Но у нас нет нормальной аграрной политики по защите своего производителя. Украина, она настолько жестко защищает свой рынок. Да, они тоже хотят в Европейский союз, но они борются за каждого своего производителя. У них нет таких субсидий, как в Европе. Поэтому они вводят эти ограничения, где могут и где не могут. Индикативная цена, этикетки. Этикетку, мы не используем этикетку. У нас вот несколько лет, как принят закон об этикетке, что надпись, вся информация о товаре должна быть написана на государственном языке на самом амбалаже, на самой таре. А не на стикерах, как сейчас. Вот уже давно это должно было пройти. В чем тут проблема была? Потому что вся импортная продукция идет на стикерах. И если бы они все это переводили на амбалаж, это была бы поддержка отечественного производителя. У нас не работает это. Хотя мы этот закон продвигали и приняли его еще в 2014 году. Был переходный период, он уже давно прошел. Все равно это не работает. Так вот, и Украина, и все европейские страны, помимо того, что они дают большие субсидии, помимо того, что там было много лет 70% бюджет Европейского Союза был только на сельское хозяйство, они используют вот эти трюки, связанные с этикетками, связанные с индикативной ценой. Кто хочет, он может найти десятки способов законных, не нарушающих международные договора, чтобы ограничивать импорт. У нас никогда не было политической вводы на это. Никогда. И вот на сегодняшний день мы дошли, я не говорю, что мы хорошие, и вот что мы, вот только мы можем спасти. Но у нас точно есть политическая воля, и самое главное, что если мы в ближайшие несколько лет не сделаем это, мы просто убьем остатки отечественных производителей. У нас фрагментарно были попытки, вот то, что я вам говорил, ограничить импорт украинских молочек, квоты вводили, я вместе с ассоциацией, я бывал в Униагропротектех тогда, и с ассоциацией производителей молочной продукции, мы провели расследование, мы добились тогда, чтобы Министерство экономики ввело на год эти квоты, но потом это все фрагментарно, нету единой линии, вот нету такой магистральной линии, мы должны, вот даже, смотрите, вы журналистка, которая может быть не очень занимаетесь этой темой, но вот вы задали сразу стратегический вопрос, что можем сами производить, что не можем производить. С этого должно начать любое Министерство сельского хозяйства. Где вводим ограничения, где не вводим, как мы вводим уже эти ограничения? Знаете, когда у нас будут назначать не по политической лояльности, а по профессиональной подготовке, возможно, у нас начнутся какие-то стратегические введения во всех областях. Помимо профессиональной подготовки, нужно еще и патриотическое понимание того, что думать не на свой карман. И понимать, что, вот я, например, когда мы будем в правительстве и возглавим Министерство сельского хозяйства, я для себя, например, четко понимаю, что, как это, за мной Москва. То есть я понимаю, что уже отступать некуда. Вы уже почти предугадали один из моих вопросов, но я хочу вернуться к еще одному важному договору. Договор о торговле с Европейским Союзом. Я слышала много критики, что Республика Молдова не отстояла достаточно важной для нас позиции. и квотирование по некоторым позициям более чем символичное. Мы могли бы гораздо больше экспортировать для того, чтобы спасать свои какие-то области. Вот вы считаете этот договор действительно... А мы, кстати, сегодня 7 лет, с момента подписания договора о свободе торговли и обоссоциации с Европейским Союзом. Этот договор был тогда нам необходим. Но он действительно был продуман по всем позициям? Или если бы его подписывали сейчас, и у вас была эта возможность его сейчас рассматривать, обсуждать и подписывать, то вы бы изменили, попытались выторговать несколько других позиций? Я бы торговался лучше. Я бы торговался лучше, и команда наша торговалась бы лучше. Понятно, что тут нужно смотреть в совокупности. Опять же, мы же понимаем, что часть, которая касается сельского хозяйства, это только одна часть. Она имеет 4 приложения. 15А, 15Б, 15С, 15Д. Это программа о сельском хозяйстве. Ну да, я к чему это говорю? Вы же понимаете, что здесь... Я 30 секунд времени украду, еще раз для наших телезрителей, почему мы сегодня говорим только о сельском хозяйстве, потому что я смотрю дебаты на многих каналах, точнее то, что называется на некоторых каналах дебатами, и где скорее спросят, когда мы заключили первый договор с НАТО, чем спросят, что вы думаете, как партия, как менять ситуацию в селе, или как необходимо или нет помогать сельскому хозяйству. И поэтому мы приняли решение делать тематические программы. И мы будем вот час говорить о сельском хозяйстве с господином Слусарем, с господиной Борей говорили до этого. И будем так делать программы по каждой тематике, чтобы разбираться в области, чтобы вы понимали конкретные предложения, и чтобы вы еще имели представление, партия, которая написала программу, она ее просто написала, или они действительно понимают, что они предлагают. Извините, господин Слусарь, за такое отключение немножко для наших зрителей, потому что мне кажется, это очень важно, чтобы они понимали, почему мы сегодня в САМИ будем говорить, говорим только об этой теме. Еще раз, вы сказали, что ваша команда бы торговалась по разным пунктам. Лучше. Лучше бы торговались бы. Понятно, что определенная маржа ограничения существует, так как это часть общего договора, так как здесь есть увязка и соглашение о свободном передвижении. Мы же понимаем, насколько это было важно для нас, и какой большой прорыв это был. То есть, ты не можешь там... Но они были к нам расположены. Но они были к нам расположены. И по экономическим вопросам, если бы наша команда была бы тогда, связанная с некоторыми видами квот, увеличение изначально большей квоты, чтобы было на зерновые, изначально, чтобы большие квоты были бы на сливы, наверняка бы у нас бы, на виноград столовой, были бы большие ограничения на больший срок. Потому что есть 15-е приложение D, там есть ограничения на товары, которые импортируются из Европейского Союза. Мы должны понимать, что как мы имеем квоты и определенные таможенные пошлины, которые мы платим для Европейского Союза, когда мы экспортируем туда, так же и импорт в Молдову, их товаров, там тоже есть определенные ограничения, и они сохранились. Но я бы этот период выторговал бы на больший срок, и квоты эти бы увеличил бы немножко. Те квоты, которые есть, они все-таки 10-15%. У нас вообще из всей Европы самые маленькие средние пошлины на импорт сельхозпродукции. Здесь мы бы точно поторговались бы, мы бы увязали бы еще бы этот договор с определенной финансовой помощью. Вот, например, многие страны Восточной Европы, они модернизировали сельское хозяйство благодаря, ну, правда, они были тогда уже как кандидаты, благодаря структурным фондам Сапарт. Именно для поддержки сельского хозяйства и сельской местности. Это огромные деньги, которые были выделены. Мы в 2012-2013 году уже имели первый доступ к фондам Янпард. Потом начался кража миллиарда, плохотнюк, и все-все закончилось. Вот, если бы были мы, мы бы помимо соглашения о торговле и вот этих вот приложений с квотами и пошлинами, мы бы еще оговорили бы структурную финансовую поддержку для молдавских сельхозпроизводителей из европейских фондов, начиная с первого года. Мы до сих пор не имеем туда доступа. Но лучше можно было бы провести переговоры. Но я что бы здесь хотел сказать. В принципе, самый главный аргумент, который я бы педалировал бы на это, и он действует на переговорах. Европейский союз, вас полмиллиарда, огромность, что мы для вас, маленькая Молдова, мы не Украина, мы не Россия, мы для вас не представляем огромной конкуренции. Я думаю, что этот аргумент бы сработал. Мы и на российском рынке не представляем даже одного процента и всего, что туда привозят. Но они считают для себя важным закрывать. В защиту соглашения я что хочу сказать, что вот все это время, когда мы по некоторым позициям мы выбрали квоты, и было ясно, что они неправильно были переговорены, неправильно были установлены, не было проблемы расширить эти квоты. Мы уже расширили квоты на виноград, у нас 20 тысяч на сливу расширили, на зерновые. То есть Европейский союз идет навстречу. Нету какой-то такой проблемы. Поэтому даже если, то есть не если, а я констатирую, что все-таки можно было лучше провести переговоры по сельскому хозяйству, но дальше вот с Европейским союзом можно, не всегда просто, но можно дальше переговаривать и менять эти квоты, они достаточно флексибельны. Они понимают вот этот аргумент, что Молдова не представляет конкуренции. У меня была возможность в 2016-м разговаривать тогда еще, по-моему, с Пиркой Топиолой. Мы говорили, я вас спросила, был ли прецедент, что кто-то пересматривал какие-то договора? Он говорит, целиком нет, но в принципе... Отдельные квоты, отдельные пункты. Если бы у нас была политическая воля, и для нас это было действительно очень важно, то, скорее всего, с нами бы разговаривали. И насколько я понимаю... Не на каких-то стратегических магистральных линиях, а именно то, что связано по квотам, по отдельным позициям, по защите отечественного рынка. Я уверен, что с Европейским союзом непросто. У меня очень сложные дискуссии были с господином Михалко по многим законам, которые мы продвигаем. Но я их понимаю, они защищают своих производителей. Мы защищаем своих производителей. Здесь нужно находить. Господин Сусарь, очень коротко, потому что времени почти не осталось. Попрошу вас почти телеграфно ответить на несколько вопросов. Первый. Не привела ли возможность продавать на европейский рынок по другим ценам части сельхозпродукции, в том числе к подорожанию на нашем внутреннем рынке этой же самой продукции? Нет. Нет никакой связи. Второй вопрос. Тем более, что есть же, опять же, есть и импорт, есть конкуренция определенная. Пока есть конкуренция, оно не будет. И даже если мы ограничим импорт по многим продуктам, я вас уверяю, не будет повышения цен. Я говорил с отечественными производителями на эту тему. Не будет повышения цен на отечественную сельхозпродукцию. Второе. Что необходимо сделать для того, чтобы мы имели возможность покупать свою сельскохозяйственную продукцию? Потому что, насколько я понимаю, некоторые, допустим, очень маленькие предприятия или частные люди, которые раньше имели возможность, вот я живу в Кишиневе, я знаю, что с близлежащих сел привозили нам, простите, пару ведер, ящиков собирались, огорода привозили на продажу. Сейчас это возможности у многих нет, продать эту продукцию. Потому что они должны получить сертификат, и тогда нет смысла вообще уже ничего продавать, пока они получат этот сертификат о происхождении, о качестве. Что необходимо изменить, чтобы жители городов имели возможность покупать, как раньше, вот эту свежую продукцию, которую производят в селах? Самая большая проблема – это посредники. Посредники. Если мы говорим о мелкой розничной торговле, то нужно наводить порядок на рынках. У нас не работает закон, который предусматривает, что 50% мест на рынках должно быть для производителей, не для перекупщиков. Я думаю, что мы предложим кардинальный закон. Я его вывел из дискуссии с производителями сейчас в избирательной кампании. Очень интересная идея, чтобы как минимум 3 дня из 7, и один из них был выходной, на рынках торговали только производители. Только производители, ни одного посредника, чтобы не было. И я думаю, что мы тихонько-тихонько доведем ситуацию до того, чтобы потребитель непосредственно контачил с производителем. У нас все эти повышения и две цены накручивают посредник. И это большая проблема, потому что вся сметана, все сливки собирает посредник. Если говорить о супермаркетах, здесь ситуация сложнее. Здесь нужно, чтобы наши производители имели доступ к супермаркетам, и чтобы супермаркеты не требовали с них огромных дискаунтов, которые делают невозможными попадание нашей продукции на полки. На сегодняшний день супермаркеты контролируются гражданами других стран или гражданами, которые не проживают в Республике Молдова, и им гораздо выгоднее работать с импортерами, потому что среднее и высшее звено супермаркетов стимулируется импортерами. Наши отечественные производители такое делать не могут. Вы протестовали у Совета по конкуренции по вопросам, связанным с нефтепродуктами. Мы сейчас это обсуждать не будем. Но не считаете ли вы, что в вопросах сбыта продукции сельскохозяйственной в Республике Молдова есть также чем заинтересоваться Совету по конкуренции? В частности, по торговым сетям определенным, которые уже занимают доминирующее положение? По торговым сетям, да. Там есть определенная политика их соглашения. Но я думаю, что мы, если законодательно ограничим дискаунт, и дальше будем продвигать идею, что минимум 50% должны быть отечественные, агропродовольственная продукция, я думаю, что мы и без Совета конкуренции наведем там порядок. Но в целом проблема есть. У нас она есть во всех самых стратегических отраслях. Энергетическая, сельскохозяйственная, медицинская. Я считаю, что три категории товаров, это топливо, лекарство и продовольствие. Должен быть специальный департамент, который не будет останавливать цены, но будет следить за этими ценами и иметь быструю и четкую связь с Советом по конкуренции, который будет вмешиваться сразу же, а не через 2-3 года говорить, что нас ограбили. Вот что нам сейчас легче с вами, что они констатируют, что 2 года цены на бензин и на солярку были... Что мы? Нам кто-то вернет эти деньги? Никто не вернет. Если вы думаете, что это единственная область, где у меня есть вопросы к Совету конкуренции, то это не единственная область, но это одно из довольно закрытых учреждений, с которыми... Оно должно быть реформировано на корню. И это не единственное учреждение, к которому есть большие-большие советы, чем они там занимаются, вопросы, но это уже после выборов разберемся. Разберемся. Вот к вопросу после выборов разберемся, к вам персональный вопрос. Если платформа «Да» проходит в парламент, вы один из кандидатов на должность министра сельского хозяйства? Я готов возглавить министерство сельского хозяйства в рамках следующего правительства. Мы не обсуждали эту тему еще ни с кем, но... Ну вот, извините, но я все-таки буду настаивать. А если платформа «Да» не пройдет в парламент, ну вы получите это предложение... Мы не рассматриваем такой вариант. Я рассматриваю все варианты, потому что у меня такая работа. Я, знаете, даже вариант, что метеорит может упасть, тоже периодически рассматриваю. Работа предполагает все варианты просчитывать. Я буду работать только в правительстве, которое поддерживается, коалиции, в которой участвует платформа «Да». Министерство регионального развития и окружающей среды должно остаться в таком виде? Нет, я считаю, что нужно разделять министерства. Вот это вот укрепнение многих министерств, оно не привело к экономии средств, с одной стороны. А с другой стороны, оно породило огромный хаос. Там год только таблички меняли. И в результате никто не знает, чем занимают. Это касается не только этого министерства. Это касается здравоохранения и социальной защиты. Это касается культуры и образования. Это должно быть раздельное министерство. Я вообще сторонник, если говорить, что это немножко не сельское хозяйство, а региональное развитие. Я бы вообще сделал бы министерство, ну не министерство может быть, но я бы как минимум вице-премьер должен быть, который будет отвечать за децентрализацию. За серьезную децентрализацию и консолидацию местной автономии. И возможно министерство нужно назвать министерство регионального развития и местной автономии. Мы должны туда вот сдвигать, в ту отрасль. Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность должно быть отдельно. И оба министерства должны курироваться одним вице-премьером, который будет одновременно и министром сельского хозяйства. Понятно. Заключительный вопрос. Сегодня ЛДПМ обратилась к партиям всем правом и правоцентристским, чтобы они снялись с выборов в поддержку партии Действия Солидарность, посчитав, что остальные просто будут воровать возможные голоса и победу у партии Действия Солидарность. Ваш комментарий. Мы были за блок. Мы два месяца ждали блок. И мы считали, что блок нескольких неолигархических партий, это было самое лучшее решение для Республики Молдова на сегодняшний день. Блок не состоялся. Мы увидели, как все произошло. Мы приняли к сведению то, что было. Учитывая, что наша партия имеет с чем идти к избирателям, у нас сильная фракция, у нас хорошая команда, мы пошли самостоятельно на эти выборы. Не видим никакого мотива, основания для нас, учитывая, что мы сделали и что мы хотим сделать. Никакого основания не видим для того, чтобы сниматься сейчас с выборов в пользу кого-либо. То, что господин Филат призывает к этому и так сильно агитирует за ПАС, я не знаю, если это хорошо для ПАС. Ваш прогноз, какой результат вы получите на выборах? Ну, мы точно знаем, что пройдем в парламент, но важно получить достаточно мандатов, 10-15 мандатов, для того, чтобы четко сформировать парламентское неолигархическое и не мафиозное большинство. Поэтому, чем больше мы получим, тем больше гарантия. По крайней мере, я могу твердо сказать, что платформа «Да» это единственный гарант проевропейского неолигархического и не мафиозного большинства. При других вариантах другие коалиции не могут быть проевропейские. Спасибо, Александр Михайлович. Традиционно на выборах одна минута обратиться к тем, кто нас смотрит. Почему они должны поддержать платформу «Да»? Друзья, мы доказали всей своей, пусть и короткой, но политической линией, что мы можем бороться с олигархическим режимом и с мафией. Мы 4 года были на баррикадах, 4 года мы поднимали народ тогда, когда все молчали. Мы в парламенте доказали, что мы можем очень плодотворно и хорошо работать даже в оппозиции. Около 200 инициатив законодательных, 50 чем-то законопроектов, принятых консенсусом для сельского хозяйства, для примарий, для медиков, для учителей, для развития. Это из оппозиции. У нас отличная команда, у нас самая лучшая команда, с которой мы идем к вам, с открытым сердцем и с высоко поднятой головой. Мы знаем, что нужно делать, мы готовы взять на себя ответственность с первого дня, мы готовы быть в правительстве, мы нуждаемся в каждом голосе. 11 июля мы уверены, что вы отдадите нам ваши голоса. Еще раз спасибо, Александр Слусарь, платформа Действия Солидарности. Достоинство и правду. Простите, ради бога, зарапортовалась на выборах 23 кандидата, извините еще раз. Понимаю. Вот так вот взяла и испортила концовочку. Уж извините. Но последнее, что я скажу, я никогда не буду агитировать открыто, закрыто, тайно. Я не занимаюсь политическими партизанатами. Об этом все знают. У меня к вам только одно обращение. Агитирую я всегда только за одну вещь. Никогда не оставайтесь равнодушными. 11 июля обязательно идите и голосуйте. Потому что потом, может быть, поздно что-то исправить. И не слушайте тех, кто вас программирует. И не слушайте тех, кто вас пугает. Потому что тех, кто пугает, у них всегда какая-то специфическая цель. Спасителей в нашей стране было много. А тех, кто что-то делал реально, не так много, большому сожалению. Не очаровывайтесь, не разочаровывайтесь. Смотрите все программы. Смотрите, что вам говорят кандидаты. И насколько они действительно разбираются в теме. И делайте свои выводы. Я буду продолжать снимать тематические программы про юстицию, про медицину, социальную защиту, экологию до 9 июля включительно. Я с вами прощаюсь. Сегодня всего хорошего. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова